Привет, привет, Лёшка на проводе. И продолжая ту тему, которую мы начали несколько лекций назад, по поводу power stations, это некие батареи, которые заряжаются ночью и расходуют заряд днём. На самом деле, между нами, девочками, вот я сразу скажу вывод. Самое интересное в Финляндии – это заряжать ночью и разряжать днём. Это самое доходное мероприятие. Но, конечно же, солнце у нас всё-таки бывает, поэтому в качестве просто дополнительного заряда, в качестве хобби, можно сказать, можно использовать солнечные батареи, солнечные панели. Я всё это время, вот уже два года, экспериментирую именно с небольшими солнечными панелями, потому что вызывать мастеров и накрывать крышу большими панелями – это достаточно затратное мероприятие. Панели, конечно, дешевеют очень быстро, но рабочее время стоит Финляндии безумных денег. Поэтому, если накрывать крышу солнечными панелями, то только labor cost или стоимость рабочей силы надо будет окупать лет пять. Поэтому я пошёл по пути самому простому, ну, во-первых, с целью тестирования, с целью просто интереса, а во-вторых, просто чуть-чуть поддержать свои батареи в заряде в течение дня. Я могу сказать, что солнце в Финляндии, конечно, грустное. Самая хорошая выработка электроэнергии – это июнь, май, июнь, июль, в принципе, три месяца. Вот то, что я вам сейчас покажу, это солнечные панели под слабым уже солнцем конца сентября. Я более могу того сказать, что ноябрь, декабрь и январь вообще выпадают из генерации, то есть генерируется там что-то порядка 1-2 ватта у меня. Но вернёмся к идее добавить немножечко солнечного света, солнечной энергии к своим батареям, которые, в принципе, созданы у меня для того, чтобы превращать дешёвое электричество в дневное дешёвое электричество. Ну вот у меня три группы панелей, и вот первую я хочу показать – это то, что я поставил более двух лет назад. Это солнечные панели SunPower. На самом деле, это панели, конечно, сделаны в Китае, но из ячеек американских. На тот момент, когда я их покупал, это были лучшие панели на рынке. Они отличались несколькими свойствами. Первое свойство – это то, что у них КПД было максимально, это чуть больше 23% КПД. Второе – они были лёгкие. Третье – они были не так сильно зависимы от угла наклона или угла падения солнечного луча. За счёт того, что вот вы видите, у них рифлёная такая поверхность. Это позволяет собирать электроэнергию даже в том случае, когда Солнце касается их покасательной. За счёт вот этих бугорков, которые перенаправляют фактически луч на саму солнечную ячейку. Я купил эти панели более двух лет назад по цене почти 200 евро за панель. На самом деле, все панели мои – это 100-ваттные, поэтому, в принципе, если мы прикинем, то это получалось 2 евро за ватт. Это включает доставку до Котки, включая все налоги. Ну, а дальше монтаж занял у меня несколько часов, я этим занимался сам, никаких помощников не было, поэтому я сэкономил на лейбор-кост. И вот результат. Я могу охарактеризовать эти панели двумя моментами. Первое – они на самом деле остаются, видимо, одни из самых мощных, одни из самых эффективных панелей, которые есть у меня. Но минус заключается в том, что у них есть деградация. Когда я покупал их 2 года назад, они выдавали 90 ватт в лучшие солнечные минуты в течение самого-самого разгара лета. Этим летом они выдавали уже меньше 80 ватт за панель, и, соответственно, процентов на 10-15 у них деградация за 2 года. Это много. На самом деле это говорит о том, что через 3-4 года эти панели можно выбрасывать. Они будут выдавать намного меньше электроэнергии. Если смотреть на сегодняшнее состояние, то вот они подключены вот к такой коробочке. Это 4-киловаттная батарея Fossibot. И, как видите, они выдают сейчас 237 ватт. Ну, то есть почти 60 ватт. При этом солнце, конечно, сейчас сентябрьское, позднего сентября, и выработка, конечно же, меньше. Она будет уменьшаться каждым днём до вот ноября, когда прекратится полностью. Вторая группа панелей – это то, что я поставил в начале лета, на самом деле в конце зимы. Это панели твёрдые, на самом деле, из стекла. И я их ставил по одной простой причине. Во-первых, они стоят самые дешёвые панели у меня. Они стоят всего лишь 50-60 евро с доставкой до Котки, включая все налоги, на 100 ватт панели, как и все остальные мои. И самая главная идея тестирования – это понять, насколько сильна деградация именно этих панелей. Потому что именно эти панели рекламируются как панели, у которых срок годности минимум 25 лет. То есть они 25 лет должны, по идее, работать практически без деградации. Пока они мне показывают очень хорошие результаты. На самом деле, выработка у них больше, чем у американских SunPower. То есть вот сейчас они покажут 265 ватт. Но они точно так же, как и SunPower, подключены две последовательные и потом последовательные цепочки в параллель. Но сейчас они, как видите, выдают 66.25 ватт. Что, в общем-то, мне кажется, неплохо. По крайней мере, они позволяют заряжать вот эту коробочку Fossibot на 2100 ватт-час. Они позволяют заряжать ее за несколько часов для того, чтобы в вечернее время просматривать телевизор. Ну вот, в принципе, такая вот у нас история с этой панелью. Они проработали у меня все лето. Посмотрим, что будет на следующий год. И, наконец, самая последняя группа панелей – это самые современные панели китайские, китайского производства, китайской разработки. Вот так вот они выглядят. Они мягкие и очень легкие. Менее двух килограммов вот одна панель. Это позволяет вешать ее, вот как в моем случае, на перголу. И выработка у них, в общем-то, неплохая. Я, когда их тестировал в июле, я их купил в июле, но поставил совсем недавно, то в июле у них показатели были почти 100 ватт на панель. Но сейчас, конечно, меньше. И вот видите, что показывает Bluetty. 117 ватт, то есть значительно ниже, чем 100. Но я могу сказать, что у Bluetty немножечко занижено показание входящего сигнала. То есть, если подключить эти панели к Fossibot, то они сейчас будут показывать порядка 130-135 ватт. Это две панели по 100 ватт. Ну вот, в двух словах, то, что происходит с солнечными панелями. Мы ожидаем в этой зимой уже появления совершенно новых панелей, которые, во-первых, будут работать в тени, то есть при большой облачности. И, во-вторых, что обещают китайские братишки, мы начнем получать генерацию и в ночное время. Есть уже панели, которые вырабатывают небольшое количество электроэнергии и в ночное время. И я думаю, что уже следующим летом я такие панели уже буду тестировать. Ну и второе, цена, конечно, сильно падает. Сильно падает. Сейчас уже стоит менее 70 евро за 100 ватт. В принципе, можно купить 50 евро за 100 ватт. То есть за 1 ватт 50 евро центов. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока.